Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Товарищи и зрители, здравствуйте. Вы дождались, зрители. Так, ударим тяжелой артиллерии. В чем было отступничество Хрущева? Ну, для того, чтобы можно было говорить об отступничестве, человек должен себя проявить как представитель действительно коммунистической линии, марксизма. А разве можно сказать это про Хрущева? Поэтому никакого отступничества у Хрущева быть не может. Ну, его же воспринимали как марксиста. То, что его воспринимали, это характеризует людей как малограмотных. Потому что они воспринимают как марксиста того, кто ничем себя не проявил всерьез как марксист. Ну, кто может сказать, в чем себя проявил Хрущев как марксист? Что мы про него знаем? Что он передал Украину, так сказать, в Украине Крым. Да. Ну, так сказать. Еще что? Что он кукурузу на южном берегу Северного Редятого Океана выращивал. Два. Что он уничтожил машино-тракторные станции. Что он подготовил экономическую реформу, но не успел ее лично осуществить. Ту реформу, которая ликвидировала показатели номенклатуры, ориентацию на снижение себестоимости. Так. А поставил все стоимостные показатели, которые сводятся к одному. К увеличению прибыли. Это прибыль, рентабельность, то есть отношение прибыли к фондам. И объем реализации опять, так сказать, стоимостной показатель. Но это уже делали, так сказать, его дружки. Известно, что тот Либерман Харьковский, которого тоже считают одним из отцов этой экономической реформы, так сказать, он был прикормлен и откормлен Хрущевым. Поэтому, сказать, от чего отступил Хрущев? А куда он наступил? А что он, в чем, так сказать, его выдающаяся роль? Пока вот я не видел нигде в литературе, я так вот интересуюсь, того, что выхарактеризовал его как коммунист. То есть, вот если человек сидит на каком-то крупном государственном посту, означает-то, что это, что он марксист? Нет, это означает, что он сидит на этом посту. Это означает, что он не просто сидит, он, значит, получает соответствующие деньги, немаленькие оклады. Значит, порт-максимум уже не было. Поэтому отступать от порт-максимум уже не надо было Хрущева. Он, так сказать, неограничен был в этом. Раз. Второе. Были всякие блага. Дачи, машины, Кремлевка. Вот приедут из Москвы и начинают нам рассказывать. Мы так, как-то ленинградцы, так смотрим на них, что вот дача, Кремлевка, а ты вот устроишься туда, туда, туда. А потом начинается приватизация того, что и так уже было. Было свое, но не передавалось по наследству. Они взяли так, чтобы вот это было, и оно и передавало. И, скажем, мы вот могли приехать там в Комарово и посмотреть, какие были дачи у партийных руководителей. А сейчас уже такие дачи, что они затмили эти дачи так, что даже нечего и смотреть. Да. Да. Вот, например, Навальный. Кого разоблачает? Тех, кто чиновники. А те, кто не чиновники, заинтересованы, я имею в виду миллиардеров, он их не разоблачает. А в чем заинтересованы миллиардеры? Что было? Это было дешевое государство. А дешевое государство требует того, чтобы всяких коррупционеров разоблачать. Да. И вроде бы кажется, что человек такой эволюционный, действующий и так далее. Вот, поэтому никаким отступником его нельзя считать. Но у меня есть собственная информация, которую я владею. Я в свое время откликнулся на книгу «Кочетова. Чего же ты хочешь?». Выдающееся произведение было в тот период, когда все спали и думали, что у нас мы идем вперед, и все у нас хорошо. А в это время вышла книга «Кочетова. Чего же ты хочешь?», где он говорил, что в идеологии у нас полный развал и нашествие чуждых марксизму, ленинизму, идей. И он это очень доказательно и художественно сделан. Я всем эту книгу рекомендую. Все вот «Кочетова. Чего же ты хочешь?». Я написал ему такое вот письмо, хороший отзыв на эту книгу. Он прислал мне ответ. Хотя это было странно, я там был молодой человек, так сказать, а прислал мне известный писатель. Я вооружился этим письмом и приехал к нему прямо в Переделкино, под Москвой. И вот, а он уже лежал, у него был рак ноги. И, так сказать, недолго он прожил после этого. Он мне рассказал, что Хрущев с троцкистами постоянно контактировал. Был близок к ним. И поскольку он чувствовал, что он может не пройти на какую-нибудь следующую должность, он пошел к Сталину. И говорит, вот, Иосиф Среоныч, а вот у меня были контакты с троцкистами. Он говорит, ну, с кем не бывает Сталин. Сталин, конечно, был, так сказать, человек суровый, жестокий. Но тут вроде пришел человек, сам рассказал. Вот, так сказать, нельзя. Вот, и на пленами Сталин говорил, если вы вот прошли по улице, где шли троцкисты, это же не значит, что вы троцкисты? Или вы поздоровались за руку с троцкистом? Или вы в кафе сидели, допустим, в антикафе? Это что ли не значит? Если мы посидели в антикафе, нам уже в кафе нельзя, значит, получается, да? Ну, так получается. Ну, вот, так вот, и когда, собственно, было избрание в Центральный комитет, встали люди и сказали, что ты, как это я, Хручев, троцкист? А Сталин говорит, да, это во молодости, знаю, знаю. И, так сказать, он прошел. То есть он не только не отступал ничего, он жулик, карьерист. А кто такие? Вот было такое понятие в свое время, коммунист и карьерист. Они очень близки к троцкистам, потому что в чем, так сказать, характеристика такая к троцкистам? Например, с точки зрения теоретической, полная глупость там пишут. Например, троцкий говорил, без царя правительство рабочего. Ну, как можно, без царя. То есть это значит взять, пуржатную революцию совершить и сразу сделать рабочее правительство. Такого не может. И Ленин это растолковал. Ну, хоть, ну, сколько это должно пройти времени, пока рабочий класс изменит свое положение. И рабочий класс изменит свое положение. Он перешел явочным порядком к восьмичасовому рабочему дню. Иначе не создал бы он советы, и не было бы советской власти. Потому что когда у вас 11,5 часов, никаких советов быть не может. Случайно, вот вы экономисты, сокращение рабочего времени. Так сокращение рабочего времени не является самоцелью. Оно является средством необходимым для того, чтобы люди могли сорганизоваться для защиты своих и текущих, и коренных интересов, которые без партии не защитишь. Поэтому вот представителям таких карьеристов, коммунистов, коммунистов в кавычках, которые изображали готовы, кому угодно присягать. Ну, вы же знаете, сколько уже этих сидит все. Ну, например, Ельцин, он же кем был? Он был первым секретарем Свердловского кома. Потом был первым секретарем Московского горкома. И скольких он первых секретарей райкомов довел до инфаркта своими. Те, что вы там не выполняете, вы, так сказать, должны работать кровь с носу, а вы этого не сделали. Положите билет на стол, товарищ. И так далее. Потом он был кандидат в члены политбюро. А поскольку он по этой линии дальше его уже Горбачев не пускал, он поставил лестницу наверх, с другой стороны залез с президентой. И уничтожил Советский Союз, чтобы стать президентом России. Так что это самые страшные люди. Вот это, так сказать, когда говорят так, а какая классовая ворота может быть при социализме? Вот этого понимания, мне кажется, даже вот в то время при социализме и после того, как его построили, не было. Хотя Ленин в самом начале еще, так сказать, советской власти говорил, что вот сколько у нас есть мерзавцев среди рабочих, которые хотят дать обществу поменьше и похуже, а взять с него побольше и получше. И скольких мы, так сказать, пригвоздили, не пригвоздили еще к позорному столбу. Но это среди рабочих было. Но это было и среди интеллигенции, и среди партийных работников, и среди государственного аппарата. И поэтому то, о чем вот думал Ленин, летом 17-го года, находясь в разливе, о том, а как сделать так, чтобы не разложилось государство? Он поэтому говорил, что нужно никаких денег на представительство. А сейчас вот решается вопрос, дескать, грузинское вино не будем, русское вино пускай пьют, когда будет прием, обед. И вот, скажем, выиграл советский народ Великой Отечественной войны, собираем банкет, революция, собираем банкет. Какие у вас еще? Какие у нас великие достижения коммунистические? Собираем банкет. И революцию можно отметить, и буржуазную можно отметить, два раза собрать. И буржуазную отдельно, и отдельно социалистическую и так далее. То есть, вот это стремление получить от государства, помимо зарплаты, никаких денег на представительство написано в государстве, никаких. Дальше, зарплату на уровень среднего рабочего. Это, так сказать, полностью пресекает эти поползновения тех, кто только стремится выбиться наверх. Ну и кроме чисто материальных таких вещей, есть и другое. Что у человека, что им движет? Вот карьеристом движет не забота об общем деле. Он не хочет подчиняться общему делу. Он не хочет быть в ряду и в шеренге вместе с батальонами, с железными батальонами его пролетариата. Да? А он хочет видеть себя в революции. Вот Троцкий видел себя в революции. Хрущев видел себя в революции. Вот, скажем, я сейчас считаю новые тома Сталина, которые издал Ричард Иванович Косолапов с товарищами. Ни в одном постановлении, подписанном Сталином как председателем Саннаркома, или как генеральным секретарем, нету там. Вот генеральный секретарем нету слова такого. Только секретарь ЦК Сталин. Ну, он секретарь ЦК, и так и подписывается. Но, вообще-то, он генеральный. Ну, то есть, есть секретари разные, он генеральный по общим вопросам. А вот Хрущев у нас был и первым секретарем. Первым секретарем. И одновременно он был главой правительства. А Ельцин? А Ельцин был в 92-м году, в первом полугодии, главой правительства и президентом. Вот два этих негодяя, так сказать, реакционеры, которые разрушали построенное, так сказать, рабочим классом государство и трудящимися, они в своих руках сосредоточили необъятную власть. А чтобы это было не так заметно, кричали, что власть такую сосредоточил товарищ Сталин. А Сталин, ну, а что было главой государства? Нет. Нет, не будет. Вот, поэтому, если говорить о Хрущеве, ему, он не отступник, он ревизионист. Потому что, вот, скажем, Ленин говорил, что Хаутский, он даже употребляет понятие диктатура, то есть, он не действует в соответствии этому. А Хрущев, он же, так сказать, ревизионист по определению, он ревизовал. То есть, он, то, о чем говорил в свое время Энгельс, что не может быть никакого народного государства, что соединять слово государство со словом народ, это все равно, что говорить жареный лед. Делали жареный лед? Кстати, без масла хорошо поджаривается, все хорошо. Потом просто ничего не будет у вас на Сковороде. Ну, а пока оно народное, если оно народное, оно уже не государство. А если оно государство, оно не народное, потому что государство это, по своей сущности, диктатура господствующего класса. И никак иначе. Поэтому с Хрущевым дело гораздо более тяжелое. Он, во-первых, он ревизионист. Во-вторых, он предатель дела коммунизма. Почему? Потому что его должность партийная обязывала к тому, чтобы он служил в делу рабочего класса и коммунизма. А он действовал как враг, как противник, как предатель. Власовец. Только более широкого масштаба. Он гораздо больше вреда нанес, чем Власов. Если тот изменник в военное время, то этот изменник вообще всему делу коммунизма и все делу рабочего класса. И изменник делу социализма. Изменник Советского Союза. Это же самое можно сказать и про Ельцина. Хорошо. А поскольку сейчас еще накидали из чата, вот из прямого эфира вопроса, я буду разнообразить через раз. Тут есть и смешные, и интересные вопросы. Давайте смешные. Значит, смешной вопрос. Что такое материалистический феминизм? Откуда он взялся и нужен ли? Марксистский. А, марксистский феминизм. Значит, сидят люди, берут разные слова, соединяют их вместе, задают такие вопросы. Поэтому вот товарищ Гегель, наш большой учитель, говорил так. По поводу таких вопросов надо сказать, что эти вопросы говорят о том, что этот человек задавать вопросы не может. Потому что никакого продвижения от такого вопроса быть не может. Потому что слово «феминизм» и слово «марксистский» не надо соединить. Феминизм – это движение буржуазное. Поэтому никак оно не соединяется и связывается с марксизмом. Аксюмарон. Хорошо. Тогда второй вопрос уже посерьезнее. Устарела ли трудовая теория стоимости? Трудовая теория стоимости относится к капитализму. Почему? Потому что стоимость относится к капитализму. А почему стоимость относится к капитализму? Потому что стоимость – это характеристика товарного хозяйства. А что является всеобщим товарным хозяйством? Всеобщим товарным хозяйством является капитализм. Основная масса стран у нас капиталистических. Поэтому для них, для этих стран, это неустаревшая теория. Почему? Потому что с развитием товарного хозяйства развивается капитализм и переходит в свою империалистическую стадию, как нам рассказал тут товарищ Кочух Владимир Александрович. Это раз. Поскольку у нас в социалистических странах, то есть в странах, которые совершили социалистическую революцию, находится только полтора миллиарда человек всего лишь, то все остальные страны полностью находятся в границах этой теории, для которой это самая современная, самая свежая теория, теория стоимости. Что касается государств, в которых совершена социалистическая революция, то здесь уже говорилось, что только одна страна, Корейская Народно-Демократическая Республика, построила социализм. Сейчас построила. У нас был Советский Союз, была Числовакия и так далее. Мы говорим из оставшихся. Поэтому теория стоимости никак не приложима к НТР, но она приложима ко всем остальным государствам, потому что там есть патриархальный уклад, мелкобуржуазный уклад, частнокапиталистический уклад гигантский в том же Китае. Там есть госкапиталистический сектор, который тоже, так сказать, вроде считается, что это государство, принадлежащее предприятию, но они могут набивать себе карманы руководители под видом, так сказать, зарплаты, скрывать прибавочную стоимость, которую они берут у рабочих. И при этом, так сказать, изображают, что они, так сказать, осуществляют некую, какую угодно, политическую линию, которая объявлена. И только узкий сектор, который есть, тот сектор, в котором есть уже планомерность, вот он, в том, там уже стоимости нет. Там уже стоимостьная теория не применима. Там применима потребительные стоимости теории, потребительные стоимости, которую разработали Василий Акшель-Меев, доктор экономических философских наук, доктор экономических наук долгов. И фундаментальный труд есть Ельмеева, социальная экономия труда. Ну, а более популярные книги мы вот втроем написали «Долгов, Ельмеев, Попов». Одна посвящена нашей революции, в 1997-м вышедшая. Она называется «Уроки социализма в СССР». А, значит, другая книга, в 90-м году, которую мы написали в пику моему однофамильцу, Гавриле Попову, которая говорила о десоветизации, десталинизации и так далее. Вот книга эта называется «Выбор нового курса». Она опубликована тиражом 50 тысяч экземпляров издательства «Мысль». И она, вообще говоря, доступна везде. Ее можно получить в электронной форме и так далее. То есть это вот изложение теории потребительной стоимости применительно к новому типу хозяйства. Диаметрально противоположному по отношению к товарному хозяйству с его стоимостью. Некоторые товарищи, наших самых хороших товарищей, продолжают говорить о деньгах при социализме. А денег при социализме нету, потому что деньги – это товары. А при социализме не товары, а непосредственно общественные продукты. Это я могу, конечно, кого-то позвать, считать наши более современные работы. Но это у Ленина написано, что в замечаниях на экономику переходного периода Бухарина. У Бухарина в книге «Экономика переходного периода» говорится, что государственный, что при капитализме выпускается товар, а при социализме – продукт. Ленин пишет, не точно. Надо написать продукт, идущий в потребление не через рынок. И вот мы здесь возвращаемся к Никите Сергеевичу Хрущеву. Поскольку во время, так сказать, Хрущевщины издавалось полное собрание сочинений, вот эти вот замечания Ленина к экономике переходного периода, где однозначно говорилось, что при социализме нет, продукт, идущий в потребление не через рынок. И это, если вы хотите взять, так сказать, и прочитать у Ленина, то надо брать ленинский сборник, одиннадцатый или сороковой. Двух ленинских сборников это опубликовано. Ленинские сборники – это сборники, которые издаются или издавались Институтом марксизма и ленинизма по мере накопления найденного ленинского материала. Например, то, что касается диалексики, которая очень важна была. Есть такая книга «Конспект переписки Маркса и Энгельса». Ленинский конспект, где трое, так сказать, Маркс, Энгельс и Ленин. И Ленин изучает, в том числе, и вопросы диалекции с учетом переписки Маркса и Энгельса. Как вы думаете, вошло это в полное собрание сочинений, которое при Хрущеве? Нет, не вошло. Это, так сказать, изъято. Оно есть отдельной книгой. Вот так обстоит с этим дело. Это было сделано во время Хрущева, который объявлял себя верным Ленинсом. Так, следующий вопрос. Коммунизм следует сейчас строить в отдельно взятой стране. Что-что? Коммунизм следует сейчас строить в отдельно взятой стране. Так он построен уже? Слово сейчас построен. Уже построен в КНДР. Имеется в виду, наверное, наша страна. А почему это наша страна? Это какой-то такой российецентризм. Почему вот имеется наша страна? А вот когда, скажем, прогрессивный был Рим, то на Рим ориентировались. Когда прогрессивный был Греция древняя, на Грецию ориентировались. Правда? Когда, например, алгебру разрабатывали, на равов ориентировались. Когда речь шла о разработке идеалектики, на немецкую классическую философию ориентировались. Как известно, и Фейербак, материалист, и Гегель, идеалист, и немцы, и, между прочим, Маркс Энгельс, тоже немцы. А вот мы будем ориентироваться. А когда была Парижская коммуна, это, между прочим, на французов надо было ориентироваться. То есть совершенно непонятно, почему надо ориентироваться только на нашу страну. Надо поучиться теперь у товарищей из Китая, которые сделали очень хорошие вещи. В отличие от того, что сделал Горбачев, они как увидели, что идет такая же примерно волна, что вот некоторый Ху и Абан, генеральный секретарь, заявил, что мы будем контактировать с Горбачевым, мы будем встречаться с Горбачевым и так далее. Собрал Дэн Сяопин, политбюро, и выгнали из генеральных секретарей. Следующий генеральный секретарь, Джао Цзи Ян, вышел на майдан китайский, который был на площади Тяньаньмэнь, и сказал, что мы вот это ваши требования реализуем. Тот же Дэн Сяопин, руководитель военной комиссии ЦК Компартии Китая, собрал политбюро, и этого Джао Цзи Яна тут же выгнали из генеральных секретарей, заключили его в красивый дворец в Пекине, и он там 15 лет в этом дворце просидел. Это не тюрьма, а дворец. Ну, чтоб подумал, получил теорию. Да, он подумал, но потом умер, и все. И поэтому там товарищи, вот некоторые думают, а чем отличается Компартия Китая? Тем, что она критиковала отказ от диктатуры пролетариата, Мао Цзи Дун с этим выступал, и тот, кто помнит эти времена, это были люди постарше, вот, а они помнят, что у нас везде, во всех кафе были драки, а вот мои друзья, казахстанцы, приходили, избрали из всяких китайцев, и спрашивали, вы за КПСС или за КПК? И одни стали тут, значит, выступать за КПСС, то есть, которая дала диктатуру пролетариата, объявила, прекращивая, а другие за КПК. А потом, когда уже стенка на стенку, эти казахи уходили, а эти проложали, Бузиниц. Так что было такое время. То есть, не надо думать, что у нас всегда были правильные позиции. Правильные позиции были у китайских товарищей, а у нас были, так сказать, позиции ревизионистские. Ну, у нас, я у кого имею в виду? КПСС. На том, собственно, КПСС и перестала быть Коммунистическая партия. Она перестала быть в 1961 году, и поэтому Ельцин обвинить в том, что она перестала, ее закрыли, не надо. А зачем она нужна? Ну, зачем нужна партия ревизионистская? Дурак Ельцин, надо было оставить. А вот, например, потом поняли это дело и снова открыли ее в КПРФ. Это же хрущевцы. Они же ходят с шарфами. Вообще народность. Да. Вообще народовластие. Ну, так что вы хотите? Очень интересный вопрос. Разве марксист обязан быть практиком? Ведь это Коммунист соединяет научно-социализм и рабочее движение. А марксист – это тот, кто овладел марксистским мировоззрением. Ну, товарищ все знает, поэтому это не вопрос. Он все знает и нам разъясняет. Хотя он, между прочим, делает различия между такими двумя понятия, как обязан и должен. Вот каждый марксист, если он марксист, то он, следуя учению преобразующему мир, он должен превратить идею в материальную силу. Правильно? А идея, когда она овладевает массами, становится материальной силой. Значит, марксист настоящий должен вести работу, которая приводит к тому, что вот эта проверсивная, революционная идея овладевает массами. То есть, он должен создавать партию рабочего класса, организовывать, участвовать в ее борьбе. И поэтому, скажем, если говорить о том, кто такие Маркс и Энгельс, они, между прочим, руководители движения рабочего класса. Они создали первый коммунистический интернационал. Первый, можно сказать, паралитарскую партию. И это требование к марксисту, и это он никто не обязан. Вообще никто не обязан быть марксистом. Вы можете даже быть фашистом. А мы, если мы настоящие коммунисты, должны вас застрелить. Вот так стоит вопрос. И, кстати, если мы фашисты застрелим, нас сильно не накажут в нынешнем государстве. Хорошо. На грани войны или при политическом кризисе в какой стране рациональнее распределение ресурсов капиталистической или социалистической? Вот какой хороший вопрос. Только человек, который вообще ничего не знает и то знает, что поскольку при социализме сначала вырабатывается план распределения, а потом идет реализация. То сначала люди подумали, а потом, в соответствии с тем, что они подумали, они выполняют. А в капиталистической стране, вот как получится, кто кого побьет. Ну, понятно, что кто крупнее, то побьет мелких, но и крупными же собой бьются. Вот сейчас, например, никакого плана же нет. У нас есть закон о стратегическом планировании. Вот я, например, не знаю, как можно, имея такой закон, его не выполнять. Кто его может отменить? Говорят, его заморозили по представлению Олегаева. Олегаев сядет в тюрьме. Плана нет стратегического. Закон есть. Ну, кто может отменить закон? Президент может отменить закон? Нет. Закон выше, чем указ президента. Правительство может отменить закон? Нет. А что они делают? А мне могут ничего не делать. Почему? Потому что у них власть. Они плевать хотели на законы, если они при власти. То есть от кого-то они требуют соблюдения закона, а сами они свои собственные законы не выполняют. Поэтому о какой эффективности капиталистического хозяйства может? Тут у нас около нуля и болтается темп экономического роста. А в Китае, а в Китае рост колоссальный. Если, скажем, мы берем экономику американскую 2,7, а берем китайскую 7,2, а сейчас 6 с небольшим, 6,3. Намного больше. Разве был экономический кризис? Вот берем факты теперь, не теорию вопроса. Вот был мировой, но он уже не мировой, а полумировой. Экономический кризис. Разве он был во Вьетнаме? Не было. В Лаосе? Был? Не было. На Куве был? Не было. В Китае был? Не было. В КНДР был? Не было. Ничего этого, никакого кризиса. Чего после этого спрашивать? Какой вообще строй эффективный? Да посмотрите просто на мир. Возьмите данные. Это не такой вопрос, который требует, чтобы здесь кто-то сидел, так сказать, с какими-то степенями и званиями и это рассказывал. Вот это и так ясно. Хорошо. Вот как бы следующий вопрос целиком цитата. Бакунин доказал, что СССР распадется и СССР распался. Зачем повторять старые ошибки? Ну, товарищ же все знает. Бакунин все доказал. Единственное, мне непонятно почему. Какой Бакунин? Бакунин. Не знаю, Бакунин, что ли? Есть такой фамилия. Тот самый. Тот самый? Да. А когда он это доказал? Вот как бы это цитата. Не надо меня дичь. Человек доказал, а вы хотите принять великое достижение. Значит, человек доказал. Ну, если он доказал, что же этот товарищ столько лет скрывал? И дождался того, что вот когда... То есть этот товарищ знал, что СССР распадется, потому что Бакунин давно это доказал, и он скрывал. Так надо тут подумать об ответственности за недоносительство. Так, товарищ, только сейчас вот это нам сообщил. Это во-первых. Во-вторых, никакой Бакунин ничего подобного не доказывал. Это чушь собачья. Ну, что еще могу я ему сказать, как представитель науки? Потому что когда человек говорит доказал, надо представить доказательство. Нет никакого такого доказательства. Это во-первых. Во-вторых, Советский Союз вообще не распался. И сейчас он не распадается. Поскольку вообще это постановка вопроса нелепая и глупая. Это постановка вопроса антимарксистская. Потому что государства сейчас в современном мире подвергаются, так сказать, воздействию борьбы классов. Если один класс победил, скажем, победила буржуазия в Советском Союзе, народилась новая буржуазия, она, естественно, уничтожила Советский Союз, потому что по частям легче добивать, разбивать, уничтожать. И он не распадался. Все это было чинно-мирно сделано. В 1990 году Верховный Совет России председательством Ельцина проголосовал за то, что есть верховерство законов России над союзными. Что это такое? И это означает, что Советский Союз уничтожается. И это сделала компания Ельцина. Вот эти самые коррелисты-коммунисты, будущие капиталисты, носители этой всей капиталистической системы, они уничтожили Советский Союз. Не в 1991, а в 1990 году. Другой генеральный секретарь вместе со своими подручными, Медведевым и Якулевым, организовали в 1991 году, чтобы замазать это дело еще и народ пообманывать, организовали электрендум, где стоял вопрос о том, вы за обновленный союз Советских Социалистических Республик как союз суверенных государств. Но если вы за союз суверенных, то суверенные – это разделенное государство. Это не союз свободное государство, которое… Суверенные супруги – это разведенные супруги. Вот что такое, суверенные супруги. А если вы еще не разведенные, вам жена покажет, что вы там говорили. У кого истина, да, и у кого правда. Поэтому, то есть, товарищ, и это, между прочим, он думает, что он что-то умное сказал, а на самом деле это целая политика, и в этом состоит и направление сейчас, главное направление буржуазной идеологической борьбы, что это вот Советский Союз, это такая самораспадающаяся система, он развалился, растворился, рассыпался, они его били снаружи и изнутри. У нас одних советников американских сидело на всех, так сказать, заводах самых, что ненависть, засекреченных, столы стояли, и на них стояли американские флаги, и они уничтожали наше военное производство, а тут распался. Были планы, выделены большие средства на подрывную деятельность против Советского Союза, но еще больше подрывную деятельность проводила вот эта самая верхушка хрущевская, это продолжение троцкизма в новом обличке. Поэтому в результате классовой борьбы и в результате того, что наши товарищи коммунисты не проявили недостаточной бдительности, недостаточной твердости, недостаточной смелости, это произошло. То есть в этой борьбе мы потерпели поражение. Если бы товарища Сталина они изучали, товарища Сталина очень трудно было обмануть. И товарища Сталина можно было обвинять чем угодно, даже в подозрительности, но только что его можно было просто обмануть, вот такого не могло произойти. Никто не мог его обмануть, ни Черчилль, ни Трумэн, ни Рузвель, и Сталин очень твердо стоял за интересами государства. Ну как можно, если люди считают, что была диктатура патриата, это главное в марксизме, а вот вышел первый секретарь и сказал общенародное государство, ну грошится на этим коммунистам. То есть они не марксисты. Я думаю, что мы возвращаемся к тому вопросу, что если человек изучил все вот эти произведения, про которые рассказывали товарищи, он знаток марксизма, но не марксизм. Почему? Потому что смысл марксизма в преобразовании мира, а он только, вот я сижу и все изучаю, изучаю, начитанный, эрудированный в марксизме, начитанный человек, знатарь он. Но и даже если он тут научную работу ведет, все равно еще он не отвечает требования марксизма. Почему? Потому что в марксизме есть единство идеи теоретической и идеи практической. О чем в самом начале говорил еще Иван Михайлович вот здесь выступал. Идеи преобразования мира. Или у Гегеля они называются идеи теоретической, идеи добра, преобразования мира. И вот это единство двух, идея абсолютная. И вот эта абсолютная идея в материалистическом исполнении это и есть марксизм. А если человек, значит, окончил Красный университет, хорошо учился, значит, выступает, говорит, в партию он не идет, в партию он никак не помогает рабочего класса. Это разве, ну разве можно маленькой партией совершить социалистическую революцию? Говорит, у нас 100 тысяч человек было, у большевиков, 100 тысяч было в 17-м году. Ну, а если это в пределах там 1, 2, 3, 4, это все мало, и 10 тысяч мало. Ну, так вы способствовать будете этим, они стоят в сторонке. Я говорю, то если у вас получится, мы к вам придем и какие-то местечки себе займем. А если у вас не получится, я же говорил, что у вас ничего не получится. У вас у вас же не получилось. Получилось. Так что, вот у нас таких марксистов диванных сейчас, пруд пруди, они кружками собираются, квадратиками собираются, треугольниками собираются. И они все, значит, какие-то танцуют, танцуют, танцуют. Но это все не марксисты. А уж тем более понятию современного марксиста никак не отвечают, потому что они ленинизма не знают, и этот самый ленинизм не восприняли. И продолжение ленинизма, они не понимают, как можно без изучения Сталина, произведений, понять, что произошло в 40-е, 50-е годы. Невозможно. Они, с одной стороны, понимают, что не выучив таблицу умножения и арифметику, не надо изучать интегральные числения. Поэтому можно долго перечислять, без чего нельзя быть марксистом. Это да. Но если вот эти побрякушки все эти есть, все равно, ну, ты не марксист, если ты нигде это не можешь применить, и не применяешь, и не хочешь. Это как человек, как бы, изучивший математику, но не математиком работающий. Совершенно верно. Вот яркий пример. Я вот как раз матмех закончил, значит, с отличием, рекомендован был в аспирантуру от Леха. Но дальше я в математике никуда не пошел и ни к чему это не применял. Ну и все, и на этом. Поэтому меня вот, я, например, себя математиком никак не считаю. А есть, например, Лех Кровецкий, который тоже ничего не сделал в математике, а он считает, что он великий математик. Ну, это смешно. Математик – это человек, который какую-то теорему доказал. Ну, или там специалисты по каким-то расчетам, которые придумали методику расчета, или там, скажем, методику, так сказать, разработали программы какие-то необыкновенные. Это да. То есть сделали какой-то научный вклад в математику. А если я просто изучал математику, ну, я потребитель математики. Так мы должны различать между потребителем и производителем. У нас таких потребителей марксизма очень много. И вот они кружками соединяются. Сейчас, кстати, вот последний вопрос, длинный, но он как бы в эту же тему. Михаил Васильевич, как вы думаете, почему некоторые люди, овладев основными положениями марксизма, останавливаются на полпути и, зная истину, не участвуют в ее практическом воплощении? Мы можем наблюдать это явление не только у рядовых членов марксистских кружков, но и среди выпускников Красного университета, а также среди наших популярных в левой среде историков. Означает ли это малодушие, или это означает, что человек не вполне владел истиной коммунизма, то есть не осознал, что теории и практика неразрывно связаны, и связи-то осуществляются в партии рабочего класса? Ну, во-первых, тот ответ содержится в последней фразе. Но я хочу привести такой пример. Я по приглашению товарища Мазура приехал в Донбай, мы поехали в горы. Но прежде чем поехать, мы там проштудировали, он-то умеет съезжать на горных лыжах, а я-то нет. А лыжи мне завтра пристегнут. И вот мы и читали книгу, прочитали книгу, как надо испускаться, все. Единственное, что мы не могли вычесть, и я так и не нашел. А как повернуть? Потому что если я понял, что если я вот с горы так вот... Это же не с этой горы, которая здесь у нас, шкаф в голову, а с той горы, если поедешь, там внизу вот кости лежать. И я так и представлял. Так вот смотришь туда, там вот уже косточка и череп. Ну, для археолога будущего. Ну, если я бы знал, как повернуть направо, а потом налево, то я бы туда уже не попал. Мне вот это надо было выяснить. Ничего я в книгах не нашел. Только вот мне, Олег Анатольевич, выяснилось, что оказывается, чтобы поехать налево, надо встать направо. Ну, вот так влево приподнять и наоборот. Вот есть вещи, которые, если человек в практике этого не знает и никогда этого не делал, то он, так сказать, ну, как бы... Батарейка, которую никогда не подключали. И никогда от нее никакой лампочкой ни тусклой, ни яркой не зажглось. И вот таких у нас лампочек очень много. И вот у нас такой мы переживаем период, когда нападки на марксизм прошли. Помните было вначале? Вот, ну, скажем, если вы возьмете там Латву, Литву, там сажали за то, что человек коммунист. Рубикс просидел 6 лет за то, что он первый секретарь был в Кумпартии Латвии. А потом он вышел и стал депутатом Европарламента. А своим депутатом он не стал в Латвии, потому что в Латвии не может коммунист стать депутатом. А у нас все было хорошо, потому что у нас вся эта верхушка коммунистическая, она составила, как это предатели коммунизма, из этих предателей коммунизма составлено было ядро руководства буржуазным государством. Эти предатели коммунизма сделали так, что вот их время работы в партии, освобожденной партией на работе, засчитываются им в стаж государственной службы. А тот, кто имеет достаточный срок госслужбы, получает пенсию. По другому закону, не по закону, а трудовых пенсиях в РФ, а пенсию госслужащим. А госслужащий получает 75% от дохода. Если он сейчас в Думе сидит, 400 тысяч получает, то вот 75%, 300 тысяч будет пенсионер. Как вот наша мама, которая получает, сколько она получает? 14 тысяч получает пенсионеру. А эти получают 300 тысяч. Вот в чем дело. Вот такая картина с этим связана. Так что вот этот вопрос, конечно, вопрос о том, что если человек просто книжку читает, и он начетчик. Как это был такой термин раньше? Начетчик. Начетчик и хвостун. Ну, он знает. И это он читал, и это читал. И толку что? То есть можно, так сказать, можно читать книжки физические, можно географические, можно химические, можно марксистские читать книжки. И что? Ничего. Это, так сказать, это условия. Условия, условия, необходимый элемент того, чтобы была действительность. Но не сама действительность. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Но условия мы, так сказать, не считаем сутью дела. Вот то, что здесь воздух должен быть, без воздуха не было бы этого нашего мероприятия. Так что у нас воздух, сущность этого мероприятия. Или без этих самых, без аппаратуры мы бы это не записали. Но это необходимые условия. Необходимые условия. А содержание совсем другое. Спасибо, Михаил Васильевич. Михаил Васильевич, какой подведете итог, резюме сегодня? Ну, итог, я думаю, у нас вот в целом, мы картину какую получаем? Что, во-первых, чтобы быть современным марксистом, так стоит вопрос. Ну, нельзя остановиться только на том, что было написано и сделано для капитализма свободной конкуренции. Вот люди хотят говорить о передовом, о новом слове марксизма. А они берут то, что было верно полностью для периода, когда Маркс и Энгельс творили и создавали первый интернационал рабочий. Но появился империализм и без ленинских работ по империализму и выводов отсюда, связанных с тем, что от революции теперь не во всех странах, а только, так сказать, первоначально в одной отдельной взятой стране. Все люди равны, неравномерного развития. Кто на этом не стоит, а все троцкисты против этого. Они по-прежнему говорят о мировой революции не так, как у Ленина написано, что мировая революция теперь – это эпоха острейшей классовой борьбы революции и контрреволюции, когда постепенно идет продвижение вот этих самых революций. У нас так и было. Кто-то, значит, в отдельных странах европейских контрреволюций, на Востоке, где такими лопухами не были некоторые товарищи, там продолжается движение и строительство социализма. И в одной стране все-таки построен социализм. И там, разумеется, еще не полный коммунизм. Там есть родимые пятна капитализма, и вот есть люди, которые все время показывают найти пятна. Видите, у вас это не так, и то не так, и это не так. А вы что-то сделали, чтобы там было так? Вы помогли чем-то тому, чтобы там было лучше? А это, так сказать, есть страна, которая как военный лагерь вся, КНДР. Потому что если у меня не будет ядерного оружия и не будет ракеты, я его уничтожу. И заявлялась неоднократно. Ну, между прочим, заявляли наши, как и сейчас говорят, партнеры, что Россия, Иран и КНДР – это страны-изгои. А если я вот объявляю кого-нибудь изгоем, это что значит? Он еще сидит сейчас? Ну, только временно сидит. А скоро его не будет. Так? Изгой. И это же, так сказать, открыто делается. Поэтому, скажем, мы живем в эпоху, когда есть фашизм во внешней политике. Писал об этом Димитров? Писал. Нет, так сказать, мы не будем брать Димитрова. Причем это говорят представители греческой компартии. Я вот у них встречался с ними, мы спорили на эту тему. Они взяли, Димитрова сняли и поставили у входа. А говорят, а мы теперь это не используем, это определение. Они используют империализм как то, что вот все страны империалистические, такая была часть империалистической пирамида. Вот у Ленина это не так. Есть кучка 5-7 стран, хищников империалистических, которые грабят весь мир. А у них нет все страны империалистические. Только у вас вы менее империалистические, я более империалистические. Вся разница. Ну, и ясное дело, что там никакой теории фашизма не может быть. То есть хорошие люди вроде бы, передовые вроде бы, и те уже вляпались в ревизию марксизма. Поэтому сейчас пора говорить не о том, что у нас, так сказать, вот какие-то новости или новизна марксизма, а в том, что у нас эпоха ревизионизма продолжается. Она, так сказать, в ней утонул Советский Союз, и этот ревизионизм через край бьет. И люди, которые являются ревизионистами, и по вопросу о том, кто такой рабочий класс, и как совершается революция, и как понимать советы, и как понимать экономическую борьбу, и как вообще связаны различные формы борьбы, как будто они отдельно существуют. Как будто можно отдельно бороться, так сказать, вот вести экономическую борьбу, не вести политическую, или вести политическую, безэкономическую и так далее. То есть это все, мы живем в эпоху, так сказать, засилия ревизионизма. И хорошо, что, вот скажем, есть у нас такие острова, большие, расширяющиеся, как Рабочая партия России, как Красный университет, как Фонд Рабочей Академии, которые вот в этом мутном болоте, так сказать, стоят как утесы, и будут стоять и развиваться. Вот я на этом бы и закончил. Хорошо, спасибо. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ